Рубрика «Званый гость» у нас в эфире и я уверена, сейчас многие кустанайцы улыбнутся, ведь увидят нашего любимого и дорогого Юрия Панасенко, ветерана дорожной полиции, руководителя движения ЮИД Кустанайской области. И рада приветствовать также Анну Кохрякову и Жанну Кинжетаеву. Это командиры отряда 3D, школа номер 21, юные инспекторы дорожного движения. Все верно? Да. Доброе утро вам, как настроение? Хорошее. Хорошее? Да, не знаю, что-то. Да. Но еще недостаточно для того, чтобы громко ответить на первый вопрос, да? Я знаю, что вы совсем недавно вернулись с межгосударственного слета юных инспекторов дорожного движения, который проходил в Республике Беларусь, и вернулись с замечательным результатом. Вот он, собственно, стоит на нашем столе. Первое место вы завоевали, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо. И хотелось бы узнать поподробнее, как же вы туда попали, как получили приглашение, почему там оказались? Наверное, Аня у нас, как командир, расскажет небольшую предысторию прошлого года и, соответственно, если бы не было наших побед в 2018 году. ЮИД – это конкурс, который подразумевает собой знание правил дорожного движения среди детей от 11 до 14 лет. То есть ребята – это все 10 человек со школы, которые выполняют какую-либо работу. В том году мы взяли первое место на городском слете и также на областном слете. И нам удалось побывать на республиканском слете в городе Кызлорде, где мы достойно представили Кустная Оскобласть и взяли второе место. В этом же году мы уже являемся победителями также городского и областного слета. К сожалению, нам не удается побывать на республиканском слете, так как второй год отряду нельзя участвовать в республиканском слете. И поэтому, в общем, благодаря Юрию Юрьевичу мы поехали в Беларусь, где достойно представили Казахстан и взяли первое место. Юрий Юрьевич, какие-то налаженные связи есть с Беларусью? Как получили приглашение? Это из многолетнего опыта уже проведения мероприятий. Нам было направлено персональное приглашение от ГАИ Республики Беларусь, чтобы наша команда, как призер республиканских и неоднократные участницы межгосударственных, вот у нас такая уже многолетняя, то есть мы поколение из года в год воспитываем ребят. У нас в 2003 году команда Кустанайской области побеждала на республике, затем в 2004 принимала у себя в Кустанае, также эта команда принимала участие в городе Омске Российской Федерации. Затем небольшой у нас у нас перерыв. В 2012-2013 году мы вернулись в тройку призеров на республике и уже в 2014 году победив, в 2015 принимали у себя в межгосударственные 15-й юбилейный слет и вид, после которого побывали на берегу Черного моря, где также наша команда Кустанайской области в статусе команды Казахстана также заняла первое место. И вот ребята продолжают, как сказать, с почином, они продолжают развивать, да, и вот эту вот победную эстафету они приняли достойно, показали себя. Богатая история, движение «Богатая география», мест, где побывали. Чем запомнился этот слет? Что было там интересного? Сколько было у вас конкурсных дней? У нас 4 дня было конкурс. Жанна, вот самая активная из наших участниц, она немножко расскажет, степняется немножко. Ну самая скромная, самая активная, но скромная, да. Чем Жанна запомнилась вам? Что было интересного? Интересного было то, что в Казахстане конкурсов нет, как стенгазеты, мы там рисовали, дается 2 часа, и вся команда должна нарисовать стенгазету на определенную тему. Потом в Казахстане нет того, что велосипедисты сдают, вся команда у нас, за это отвечает только 2 человека, а в Беларуси за это отвечает вся команда, и там проходит 2 этапа, это фигурное вождение и вождение велосипеда, как по дороге. Автогородок. Кустанайская команда, все на велосипеде ездите? Все прям активно, да, были небольшие травмы, даже вызов скорой помощи был, да. Ну, мы достойно справились со всеми препятствиями. Эти новинки, так скажем, белорусские, не планируете внедрить и здесь? Ну, мы как бы немножко старались их принять, и вот в 2014 году мы открыли на базе физико-математического лицея, у нас существует автогородок, который функционирует, но, конечно, не в таком огромном размере, как вот в Республике Беларусь, то есть там целый парк предоставлен именно юным велосипедистам, где стоят светофоры, знаки, всевозможные здания, там школа, даже здание КП, ГАИ есть. То есть все довольно масштабно. Ну, как в гостях у сказки, вот, и в правилах дорожного движения. Сколько вообще было стран-участниц? И Казахстан представляла только ваша команда, либо кто-то был еще? Нет, получается, помимо нашей сборной Казахстана, именно с Кустанайской области, была сборная Азербайджана, была сборная Российской Федерации, с Калининградской области, ребята приезжали, и шесть областей, и город Минск. Это, получается, все участники, то есть десять команд вместе с гостями. Кого считали наиболее сильным соперником? Наиболее сильный соперник всегда у нас является наш ближайший, как сказать, сосед Российской Федерации. В частности, ребята, их принимало участие четыре, два мальчика и две девочки. То есть они всегда очень достойно себя показывают, в частности, на велосипедном конкурсе, именно где фигурное вождение надо было на велосипеде по всевозможным препятствиям. Ребята из Российской Федерации достойные были соперники. Ну, судя по тому, что у нас первое место, не все им удалось так гладко, да? Девчонки, что интересного успели посмотреть вне конкурсных дней, чем запомнилось Беларусь? Новые знакомства. Мы посетили фабрику «Красный пищевик». Это фабрика кондитерская, там производится зефир. Продегустировали? Обязательно, да. Где еще были? И еще, где большие-большие колеса. Белшина. Белшина, да. Мы побывали в знаменитом Сануде. То есть, где создаются от самых маленьких колес до самых огромных, на 450 тонны Белас. То есть, мы рядом взрослые стояли, как маленькие-маленькие человечки. И жили мы в таком прекрасном месте. Санаторий «Шинник». Это было любезно предоставлено организаторами. И вот куда мы ездим на экскурсию, вот этот завод Белшина, он очень-очень огромный. Ну вот, собственно, сейчас наши телезрители могут понаблюдать. Да, вот. Буквально, да. Как оно создается. То есть, нам показали, ну, все-все-все, что там интересного. Хотя, нам объясняли, что снимать фото-видеосъемка запрещена, но мы... Аккуратненько. Аккуратно, аккуратно, да. Хотели оставить в секрете производство машины. Да, да, да. То есть, мы всю линию производства засняли. То есть, может быть, наладим ее в Кустанах. Промышленным шпионажем занимались вы, значит, в Беларуси. Вот как. Скажите, а удивили ли вы чем-нибудь участников с летом? Может быть, что-то такое показали? Ну, ребята, вот уже не одно поколение юидовцев в Кустанайской области удивляет своей артистичностью и подачей. У нас существует такой конкурс, и он немножко видоизменен, но, в принципе, себя напоминает это конкурс «Агитбригад». И вот Жанна расскажет, и там такое зажигательное было выступление, что весь зал просто встал и аплодировал. Рассказывайте, Жанна. Ну, получается, мы пели песни, у нас была сценка довольно смешная, взятая из КВН. Нам все аплодировали, каждую песню нам подпевали. И мне кажется, у нас была самая зажигательная «Агитбригада». Да, это точно. Как долго вы готовились к этому выступлению? Мы готовились очень долго, несколько месяцев. Потому что сначала эта «Агитбригада» у нас была на городе, потом на области, и ее мы доделали. И представили уже Беларуси. Ну, каждый раз что-то добавляется, и поэтому оно все ярче и ярче, зажигательнее и зажигательнее становится. Безусловно. Скажите, девчонки, а как вы вообще пришли к тому, что хотите стать юными инспекторами дорожного движения? Ну, еще четыре года назад меня взяли в школьный отряд. Ну, вообще, это была моя инициатива, но, собственно, учителя замечали мои способности. Именно когда я писала различные тесты по ПДД, у меня все получалось. В связи с этим я вступила в школьный отряд. И с тех пор все началось, да? Да. В каждом году наш отряд становится все сильнее и сильнее. И вот мы добились того, что уже являемся победителями республиканского взлета. Жанна, а вы как вступили в ряды? Четыре года назад меня взяли в команду, только я не могла маршировать. И я два года сидела в запасных. Ездила только на гидбригаду. Да? Да. Потом уже меня взяли в команду. Есть еще и скамейка запасных. Да, все как. То есть кто-то достойный, то есть он, соответственно, смотрит, делает работу над ошибками и выходит в основной состав. Так, да? Да. Со скамейки запасных. Вот Аня у нее, она рассказывала, что там составляла тесты. Она до этого была санитаром. Да, то есть отвечала за медицинское обслуживание команды. Затем достойно. То есть по карьерной лестнице выросла. Стала получать квалификации. Да, да. Получать новые знания и становиться более универсальной. Вот у нас на столе, помимо основного кубка, да, и диплома за первое место, есть еще грамоты. Что это, девчонки, за грамоты, расскажите? Ну, это грамоты областных, городских соревнований по ЕИДО, вот, собственно, когда мы брали первое место. Также благодарственное письмо от министерства. То есть вот оно. То есть все, что можно было собрать в копилку, ребята и девчата постарались. И достойно продолжили. И все, о чем гордятся, собственно, и принесли к нам сегодня, да? Ну, они не только принимают участие в соревнованиях, но и проводят агитационные мероприятия. Среди младших школьников ходят в детские сады. То есть уже, как бы, с высоты уже своих достижений. То есть они рассказывают вот именно детским языком правила дорожного движения. Когда взрослый говорит, это совсем по-другому воспринимается. А когда вот такие красивые девчонки и мальчишки показывают класс по правилам дорожного движения, думаю, никто равнодушным не останется. Следуют за ними, да? Следуют, например, и хотят быть похожими. Пригождаются ли вам знания по правилам дорожного движения в обычной жизни? Случалось ли кого-нибудь на дороге остановить или снять? Не перебегай дорогу. Да, да. Ребят нашего возраста, немного младше нас тоже. То есть на красный свет, когда остается буквально там 4-5 секунды, все равно они что-то решают. Мы их останавливаем, потом с ними переходим через дорогу. Буквально переводите за руку. Какие вы молодцы. Скажите, Юрий Юрьевич, у нас на сегодняшний день движение ЮИД есть в каждой школе отряд, да? Да, у нас в каждой школе существует и в некоторых школах даже два отряда. Ну, это в зависимости от многочисленности школы, соответственно, если, то есть всех достойных в одном отряде не умещаются, да, соответственно, создается... Даже со скамеекозерностных. Совершенно верно, да. И они уже соревнуются, чтобы представить, как защитить часть своей команды, именно своей школы. Они соревнуются на своих школьных, межшкольных. И потом, то есть победитель, или, не знаю, если достойных не могут определить, наверное, по жребию, то тот же ездит уже на более высший ран, то есть на городские, затем областные и потом республиканские. Ну, у нас в дальнейшем есть такое предложение, вот мы пообщавшись с ребятами из Российской Федерации, у них такое есть, что они, выступая на межгосударственных и всероссийских конкурсах, затем победители, как правило, вот у них даже в последнее время две команды ездят на европейские игры по правилам дорожного движения. Даже так. И достойно, вот мы, как бы, сейчас с ребятами обдумываем такой, как это, марш-бросок в Европу, да, сейчас ведем переговоры, как бы, ну и вот благодаря этой поездке, вот хотелось бы немножко отметить, наших неравнодушных людей, которые вот откликнулись и поддержали нас в этой поездке. Это такие вот предприятия, как СРАРК Автопром, Каздрансгаз Аймак, одним из первых ИП, Ардамкин Игорь Анатольевич и ряд, ну, неравнодушных людей, которые откликнулись. Даже есть фирма Карагандинской области, которая, то есть, увидела нас на одних из соревнований и поддержала нас в этой поездке. Большая-большая им благодарность. И, я думаю, вот это наше европейское турне тоже попросим, и они нас, думаю, не откажут, поддержат нас финансово, чтобы мы достойно представили Республику Беларусь. Беларусь уже заговорилась, Республика Казахстан уже на европейских играх. То есть, благодаря неравнодушным людям? Да, неравнодушным. Вашим усилием, вашим талантом, безусловно, в нашей области появился вот такой вот замечательный кубок, которым, я думаю, можно по праву гордиться всем нам. Скажите, Юрий Юрьевич, как давно вы принимаете участие, относитесь в данный момент руководителем движения ЮИД? Но я так думаю, что это было не всегда. Какова история? Да, то есть, я уже как бы продолжаю, не уже не первое поколение, то есть, этому движению она насчитывает более 45 лет уже, вернее, более 40 лет, это 73-го года, то есть, да, правильно я сказал, более 45 лет насчитывается она в далеком-далеком. В 73-м году было принято решение, тогда еще комсомол, партия, там, госавтоинспекция решили создать такие вот среди школьников отряды юных инспекторов движения. Оно так вот примечательно еще в преддверии женского праздника 8 марта, 6 марта это создали. Вот такие вот красивые представительницы туда вступают каждый год, все молодеет и молодеет. Начинают праздновать, так до 8-го продолжают принимать поздравления. И как бы в нашей области до меня возглавляли две прекрасные женщины, это Барабаш Ольга, по отчеству не помню, затем достойно как бы подхватила эту смену Логина Светлана Федоровна. Она даже разработала программу типовую по обучению ребят правилам дорожного движения, которая до сих пор, согласно которой обучаются дети всего Казахстана. И уже в 2008 году, как бы, это эстафетная палочка была передана мне, ну, я даже находясь вот уже третий год на пенсии, как бы, не забывая про ребят, всегда их поддерживаю. Вот и хотела спросить у вас. На сегодняшний день вы уже ветеран дорожной полиции. Почему не оставляете веидовцев? Ну, мне очень приятно общаться вот с более, как сказать, молодым поколением, где-то вот даже уже с высоты, как сказать, ну, нельзя говорить, еще слишком молод я для этого, чтобы говорить с высоты прожитых лет. Да, да. Мне интересно, даже вот просто пообщаясь с ними, ты заряжаешься вот энергией, и ты вот начинаешь, как это, больше улыбаться, да, больше дарить радости всем окружающим, и им это тоже передается, и они где-то поднимают голову все выше и выше, и достойно показывают себя только с положительной стороны. Ну, и вы, наверное, девчонки, не представляете движение веид без Юрия Юрьевича. Конечно. Спасибо. Вот как они синхронно, конечно. Отряд формируется наполовину, это половина девочки, половина мальчики? Да, пять девочек, пять мальчиков. Ну, чтобы всем было, как сказать, не обидно, в равной половине мальчишки. Гендерное равенство. Да, да, да. И у каждого отведена своя определенная роль, да, задача? Да, вот Аня расскажет, у нас вот 10 участников команды, и у каждого своя должность, можно так сказать, кто-то руководит, кто-то... Расскажите нам о команде победителей. То есть есть 8 этапов, это конкурс эгитбригад, строевой смотр, знатоки по ДД, юный регулировщик, турнир эрудитов, юный санитар, фигурное вождение велосипеда и что еще? Открытые перемены. Открытые перемены для сотрудников, то есть, например, Жанна у нас юный санитар, у нее своя роль, она должна достойно показать свои нами руки в медицине, там, другой человек, например, в юном регулировщике, то есть у каждого своя роль. Велосипедисты, регулировщики, ну и вся команда, вот, в агитбригаде вступает, марширует, там, то есть, ну, практически, вот, во всей команде нету запасных, да, получается, вот, как вот ребята рассказывали, тут вся команда, то есть, это, как бы, она команда является, что нету слабых звеньев, все выполняют в едином, как сказать, порыве. Такой единый механизм, да, 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 ну, есть индивидуальный, это вот ерудит еще, вот, Аня забыла, это по истории, то есть, когда там первый светофор был создан, когда там мотоцикл и так далее, первые... Слетком там. ДТП, когда первый слет, да, то есть, вот, вся история, получается, ребята показывают свою эрудицию, даже, вот, мне всегда интересно было, на республиканских слетах, было даже такие вопросы на логику, где-то на кругозор, с какой скоростью двигается ворона? Вот, вот, такие необычные, вот, и ребятам нужно... С какой же скоростью двигается ворона? С большой скоростью. Вот, это и был правильный ответ. С большой. С большой, да. Действительно, на логику, наверное, девчонкам сложновато на такие вопросы отвечать, а женской логике ходят легенды. Да, 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 да. Немножко вы с нами планами на будущее, да, перспективами, определенными мечтами поделились, да, о европейских конкурсах, о чем еще мечтаете, что еще в планах? Вот, немножко рассказали вы о том, что в Беларуси есть замечательный городок, не планируете ли и у нас замахнуться на что-нибудь эдакое? Ну, мы постараемся, как бы, вот, то, что мы увидели, воплотить в реальности. Я думаю, нас поддержит как Акимат города, так и Костанайской области. И все неравнодушные люди, я думаю, и мы притворим увиденное в реальную, как сказать, автогородки и парки. И, я думаю, наше население тоже нас поддержит и какой-то каждый, как кирпичик в это дело вложит. И, я думаю, ребята будут, и родители будут приятно удивлены. Ну, я даже не буду задавать этот вопрос, для чего это делается. Я думаю, это все и так очевидно, что профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в принципе, проблема на сегодняшний день достаточно острая. Да, это актуально всегда, она стояла, и, ну, еще повторяться не будем, да, иногда родители своим дурным, в кавычках, примером показывают, где-то торопятся утром и так далее. А дети это все видят же, все запоминают, да. И иногда, вот, мне даже очень приятно, у меня младшая, старшая уже сейчас в университете учится, да, Вот, благодаря тоже вот таким конкурсам по правилам дорожного движения, она успешно сдала правила дорожного движения, теоретически, практически, получила водительское удостоверение. Сейчас, как бы, ее младшая сестренка продолжает, принимает активное участие во всех олимпиадах по правилам дорожного движения. И иногда она даже меня останавливает где-то, то есть я там поворот забываю включить, или сильно быстро еду по ее словам. И вот у нее было огромное желание, всегда, она всегда ждала, когда же ей 12 лет исполнится, чтобы сидеть на переднем сиденье. Да, то есть уже не в детском кресле, да, там, уже, да, то есть, соответственно, она поднимает кресло, и она уже видит, то есть контролирует папу уже на переднем плане и говорит, так, папа там, смотри, вот, дядечка, ну, не очень хорошо видит, да, ты лучше притормози, останови, пропусти его. Поэтому очень много, я говорю, от детей. Ну, тут уже просто приятно видеть, да, результат, потраченные усилия где-то на какие-то определенные уроки и знания. И все-таки, что в перспективе? Еще планируете куда-нибудь отправиться этим летом, либо пока? Ну, у нас сейчас мы будем вот с ребятами помогать участнице команде города Рудного, которые в августе месяце будут представлять нашу область на республиканском слете в городе Караганде. И, думаю, мы вот именно опыт, который в прошлом году в Казаларде и в этом году в Беларуси мы расскажем, мы поделимся своими впечатлениями и где-то подскажем их, как сказать, там, выступление, например, чтобы оно было ярче и запоминающе. А почему бы и нет, да? Да, почему бы не замахнуться и выше. И такой у меня вопрос к вам, девчонки. Вы планируете свою дальнейшую жизнь связать, может быть, со службой в дорожной полиции? Либо это вот такое школьное увлечение, которое не перерастет дальше, ни во что больше. Ну вот мы думаем, вот, как бы хотим в школу милиции. Но это пока что только в планах. Я немножко поясню, вот, девчата скромные, буквально недавно, в преддверии праздника полиции, девчата и ребята принимали участие в создании промо-роликов, когда простые дети проходят мимо машины какой-то, там, спецмашины, там, патрульные и так далее. И через время они превращаются уже в полицейских. Во взрослых, да. Да, во взрослых, там, кто-то в ОМОНовской, там, форме, кто-то в форме, вот, девчата в форме именно будущих полицейских. И уже активно, как, следят за дорожным движением, задерживают преступников. То есть они настолько там органично выглядят, да? Да, да, да. Что этот вопрос, наверное, уже решен сам собой. Ну, я думаю, что девчонки, наверное, если пополнят ряды сотрудников Дорожной полиции, именно такое пополнение придет, то, в принципе, можно быть спокойно. Знающие, как прекрасно выглядящие, я говорю, я думаю, нарушители, наверное, будут преклоняться перед их знаниями и красотой, и будут впредь больше не нарушать. Такие сотрудницы Дорожной полиции, и мы пишут протокол, да, то его возьмут с улыбкой и с хорошим настроением поедут дальше. Спасибо вам большое за интересную беседу. Поздравляю вас еще раз с замечательной наградой. Спасибо за то, что достойно представили не только нашу область, но и весь Казахстан в другом государстве. Я желаю вам, конечно же, новых побед. Будем рады видеть вас в нашей студии снова. Снова интересная история какой-нибудь поездки. Ну и пусть ваши планы ближайшие, поездки в Европу обязательно осуществятся, и найдутся люди, которые смогут вам в этом помочь. Такая у нас сейчас жизнь, что без этого никак. А у нас встречное предложение, да, с наступающим праздником журналиста, да? Спасибо огромное. Буквально вот-вот он наставит. Вот-вот-вот он уже где-то рядом. Совершенно верно. Спасибо большое. Желаем вам хорошего настроения этим днем. А вам, дорогие друзья, мне остается напомнить, что в гостях у нас сегодня были Юрий Панасенко, ветеран Дорожной полиции, руководитель движения ЮИД Кустанайской области, Анна Кохрякова и Жанна Кинжетаева, командиры отряда 3D школы номер 21. Наша программа на этом не заканчивается. Впереди еще много интересного. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова